Вы смотрите новости севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. В Башкирии стартовал конкурс «Вижу, узнаю» на лучшее оформление школ, детских садов, музеев и поликлиник республики. Его проводит Союз архитекторов Башкирии. Участвовать в конкурсе могут дипломированные архитекторы, градостроители и дизайнеры архитектурной среды. Проект принимается до 10 апреля на почту, указанную на экране. Они должны быть уникальными и оригинальными. В первую очередь от участников ждут новизну цветовых решений и художественных приемов. По итогам конкурса состоится голосование. Результаты объявят 18 апреля на весеннем форуме ЖКХ и строительство в Уфе. Лучшие проекты реализует. Дополнительная информация по телефону 8 347 272 7369. 6 апреля в Биржском районе стартует весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Он продлится до 11 мая. 6 и 27 апреля состоятся общегородские субботники. Об этом сообщила администрация района. Принять участие в месячнике приглашают руководители предприятий, организаций и учреждений, а также жители города и района. В надлежащий порядок приведут памятные места, производственные помещения, общественные и жилые здания, дворы, улицы, дороги, а также территории, закрепленные за организациями. Помимо этого, в рамках субботников и экологических пятниц планируется принять меры по очистке и озеленению парков, садов и придомовых территорий. Свой вклад в благоустройство города и района может внести каждый житель. 30 марта в Бураево пройдет семейный выходной. Мероприятие «Хобби-фест» начнется в 12 часов. Жителей села ждет интересная и насыщенная программа, фотозона и мастер-класс по фотографированию, танцевальная и фитнес-зона, прикладное творчество, индустрия красоты и кулинарии. Семейный выходной пройдет в районной библиотеке села по адресу улица Ленина, 72. В деревне Кузбаево Бураевского района до 1 апреля проведут цифровой учет поголовья животных. Такое решение приняли местные жители на сходе. Заведующий ветеринарным участком Ришат Султанов ознакомил участников с республиканской программой по идентификации сельхоз животных. Она позволяет предотвратить болезни животных, завезенных из других регионов. При нарушении правил идентификации будет выписано предупреждение. При повторном нарушении наложен штраф. Супруги из Уфы за свой счет издали путеводитель по столице Башкирии. Идея создания такой книги у Олеги и Рузаны Самсоновых появилась год назад. В нее они включили историю, современность и легенды. В книге рассказывается и интересный факт про Калтасинский район Башкирии. 12 сентября 1931 года французский самолет, совершавший перелет из Парижа в Токио, потерпел крушение. Двое летчиков погибли. Третий Марсель Доре выпрыгнул с парашютом. Его подобрал местный житель и отвез на телеге в контору Таныповского лесничества. Спустя годы Марсель Доре рассказал, что самолет был сильно перегружен. Одного только бензина было взято 600 пудов. На подлете к Уралу аэроплан не смог набрать необходимую высоту, чтобы перелететь горы. Пилоты решили повернуть на юг. Однако у самолета отказал двигатель. В день трагедии Марсель Доре телеграфировал в Париж об авиакатастрофе, о которой позже узнал весь мир. После обломки самолета вывезли во Францию на пароходе, а тела погибших доставили в Париж. В физкультурном комплексе Олимпийц и в краидельской школе номер два прошел отборочный тур по волейболу. Игры проводились на призы Героя России Владимира Алимова. Участие приняли 11 команд из школ района. В соревнованиях среди юношей первое место заняла команда села Кирзи, второе – краидельская школа номер два, третье – Евгильдинская. Среди девушек первой стала команда Караярской школы. На втором месте оказались ученицы из села Новобердяш, на третьем – краидельская школа номер один. Всех призеров наградили грамотами. В Караидели ушел лед, об этом сообщает ВКонтакте в группе «Подслушанный Караидель». Очевидцы сообщают, что лед тронулся. Воспитатели и учителя предупреждают родителей об опасности в группах WhatsApp. Также говорится о том, что между селами Абызова и Караидель катер будет ходить по графику до 22 часов. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.